Привет, это канал «Свобода премиум», с вами Дмитрий Гурневич Упрази, а со мной на связи из Москвы незалежный российский политолог Дмитрий Орешкин. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день, здравствуйте. Я хотел сегодня с вами поговорить про 100 дней протеста в Беларуси, белорусской революции или просто протесты в Беларуси, как ее называют, с перспективы российской или московской, хотя для некоторых это разное понятие. Тем не менее, скажите, что вы считаете произошло или происходит эти 100 дней в Беларуси? Есть совершенно разные мнения от того, что это против Лукашенко, от того, что это против России? Я думаю, что это, с одной стороны, абсолютно естественное стремление европейской, белорусской нации к европейским ценностям, не только связанное с национальными особенностями, а, например, с урбанизацией. Горожане по определению космополитичный, продвинутый, образованный, самостоятельный народ. Воздух города делает свободным, еще в XIX веке говорили. И поэтому Минск, Гродно, Брест, крупнейшие города хотят жить по европейским стандартам. А Лукашенко тянет в противоположную сторону, и поэтому возникает конфликт. Я думаю, что это абсолютно естественно, неизбежно. И в России были такие же проблемы в 1991 году, когда было понятно, что советская модель просто уже никуда не годится, так жить нельзя. И тогда Москва победила большевиков. Сейчас Минск пытается справиться с Лукашенко, но не получается. И это тоже, в общем, вполне понятно. Почему? Да, вот вам понятно, потому что многие совершенно не понимают, в чем дело. Потому что сколько людей выходило, мы считали, миллион в Минске вышло за эти только дни, как бы, ну, за все дни протеста. Более миллиона людей. В разных городах, в районных центрах, в деревнях люди выходят. И вроде бы тысячи докторов, учителей, ученых все против, пишут в своих письмах Лукашенко и за новые выборы. Тем не менее, это никак не способствует тому, чтобы приносили успехи эти протесты. Ну, понимаете как, у меня на этот счет есть устоявшаяся точка зрения. Если очень кратко, то она заключается в следующем. Мы, и вы, и я, москвичи, жители Минска, минчане, там, варшавяне, жители европейских городов, политический класс, образованные люди, пытаются осознать всю эту историю в терминах европейских. И у них не укладывается в голове, как вот так можно людям ломать кости ни за что, сажать в тюрьму ни за что, уничтожать оппозиционных политиков просто так, на всякий случай. И как с этим можно жить. А я значительную часть своей политической, ну, не политической, скажем так, профессиональной деятельности провел в Средней Азии. И вот там как раз именно так. И я думаю, что это просто конфликт приоритетов. Если в Андижане расстреляли 600 мирных жителей, включая детей, когда был голодный бунт против господина Каримова, который в советские времена был первым секретарем Кашкадаринского обкома партии, а потом стал вождем или лидером, неоспоримым, великим и так далее Узбекистана. Расстреляли и хоть бы хны. В Китае на Тянь-Анимуне несколько тысяч человек убили. И хоть бы хны. В этом смысле Лукашенко и вообще постсоветские страны, после того, как товарищ Сталин решительно развернул остатки Российской империи, населения, культуры на восток, после того, как он заколотил окошко в Европу, в Петербурге и перетащил столицу на 600 километров восточнее в старушку Москву и превратил это во вполне такую нормальную, кандовую азиатскую деспотию, наследники товарища Сталина действуют ровно в этой же самой системе приоритетов или системе ценностей. И плевать они хотели на то, сколько человек они положат. А власть они не отдадут. Здесь много можно умствовать по этому поводу. Но вот с точки зрения европейской страны, есть такие вещи, как общественное мнение, есть такие вещи, как уважение к избирателям, есть, в конце концов, выборы, где честно считают голоса. А вот что товарища Сталина, что товарища Лукашенко, что в значительной степени с каждым годом все больше, товарищу Путину левать на эти самые выборы. Кто контролирует ситуацию, тот и считает голоса. А кто контролирует? А тот, кто контролирует силовиков. Потому что опора этих вертикальных или азиатских деспотий, прежде всего опора их является силовой. Вот европейцы почему-то полагают, что на штыках сидеть нельзя. В Европе возможно. А вот в Азии очень даже долго сидят. Более того, там есть такое понятие, как экзополитические режимы. То есть они вообще не рассматривают территорию, которую управляют, как нечто родное. Они просто ей руководят. Для них эти люди, которыми они командуют, ну, расходный материал, смерды, лохи. Если пользоваться, скажем так, узбекским языком, то сарты – это люди, которых надо преследовать, наказывать, отбирать у них плоды их труда через коллективизацию или через сбор даней. Неважно. Короче говоря, если рассматривать Лукашенко не как европейского деятеля, а как вождя, а-ля товарища Сталин, то все, что он делает, это вписывается в эту концепцию. Сколько ему надо людей, столько он положит. Но для этого ограничение для таких режимов одно – или смерть, или военный переворот, или заговор силовиков. Но это, в принципе, и есть военный переворот. Ни того, ни другого пока Белоруссии не наблюдаю, поэтому я поссорился с большим количеством друзей, которые говорили, как ты можешь говорить, что уличные протесты в Белоруссии не приведут к свержению этого режима. Ну, вот так я могу говорить, потому что я вижу, как это происходит. Я понимаю, что уличные протесты – это не то, чем можно сместить такого рода персонажей. Ну, такого рода персонажей, как многие считают, мог бы сместить или, по крайней мере, поспособствовать Владимиру Путину, потому что есть версия, что даже благодаря ему Лукашенко все эти годы находится у власти. На ваш взгляд, сначала давайте разберемся, почему вообще Путин все эти сто дней поддерживает, видя, что популярность Лукашенко, ну, она крайне низкая. Вот вам, пожалуйста, Северная Корея. Нормальному человеку там жить как бы невозможно, да? А страна функционирует. А вот вам, пожалуйста, скажем, Туркмения солнечная, где я тоже работал. Там сейчас ВВП на душу населения, если рассчитывать, скоро будет одинаково с Российской Федерацией. И, думаю, она даже повыше, чем Белоруссия. Ну, просто потому что там газ, нефть и так далее. Так вот, значит, Москва. Путин же начинал как демократ. Он пришел к власти как наследник Собчака, как человек, который знает немецкий язык, как который крепчал в Германии. Но потом позже выяснилось, что на самом деле это человек абсолютно советский и ГБшный, то есть выросший в этой системе силового контроля над населением. И с каждым годом он все очевиднее мигрирует к той системе ценностей. И поэтому, да, Лукашенко он, мягко говоря, не любит. Потому что Лукашенко его неоднократно кидал, брал деньги, не выполнял, так сказать, формальных и неформальных обязательств, денег не возвращал. Но в той системе приоритетов, в той системе ценностей, которой принадлежит Владимир Владимирович Путин и его команда, территория – это самое важное. Силовой контроль над территориями – это самое важное. Они мыслят, как, собственно, и положено мыслить восточным вождям, они мыслят пространство как поле боя, как поле контроля, а не как пространство, которое нуждается в экономическом развитии. Поэтому, скажем, уступить, с их точки зрения, уступить Беларусь западным ставленникам, они считают, что любой избранный крупными городами президент – это будет западный ставленник, как на Украине. Это будет геополитическим поражением. Путину этого его же силовики, его же контора не простит. Да он и сам считает, что это будет… То есть вы считаете, что все-таки в России есть мнение, что все-таки белорусы выбрали бы не пророссийского, если бы были выборы свободные? Конечно. Ну, они бы выбрали своего. Вот что это. А раз свой, опирающийся на поддержку граждан, значит, уже по определению не подчиняющийся России. Конечно, у России, у Путина, точнее говоря, был вариант с господином Бабарико. Это идеальный был вариант. Он, с одной стороны, умеренно популярен в Беларуси, он альтернативен, с другой стороны, он подходит для России, потому что бизнес-человек и во всяком случае имеет привычку выполнять свои обязательства. В-третьих, у него хорошие связи с «Газпромом», вполне понятно. Это нормальная персона для России, для Путина. Но она ненормальная для Лукашенко. И когда Лукашенко его загнал в тюрьму, что, в общем, вполне предсказуемо, Путину пришлось принять Лукашенко как факт. Он его, я еще расскажу, не любит. Но еще больше он боится любого альтернативного, свободно избранного кандидата, потому что это будет означать в их терминах, в кремлевских терминах, не в российских и даже не в московских, в кремлевских терминах. Это будет означать победу Майдана. Это будет крайне опасный пример для большинства российских избирателей. Потому что здесь же то же самое происходит, не надо заблуждаться. Здесь созревают города, которые тоже не хотят жить под лавкой, поджав хвост. Они тоже хотят жить по европейским стандартам, как это было в 1991 году. И раньше или позже это произойдет. Но Путин умрет, но не допустит чего-то похожего на европейский путь развития. Поэтому он теряет поддержку за рубежом. Он убивает русский мир. Он убивает уважение к русским в той же Белоруссии, я уж не говорю про Украину, в Европе. Он Россию делает токсичной для того, чтобы удержать в своих руках. Точно так же, как Лукашенко делает токсичным минскую власть, или, я не знаю, свою собственную вертикаль. Кто сейчас подаст руку Лукашенко? Примерно то же самое вместе и с Путиным. Поэтому они оба члены клуба таких вот глобальных лузеров, которые вцепились в эту территорию, превращают ее в локальную Азию. И на этом пути идут от победы к победе. Сейчас мы поговорим про отношение к России и Белоруссии. Я хотел еще спросить. Вот смотрите, я уверен, что в Белоруссии, как и в других странах западнее ее, люди считают, что Кремль, Путин, КГБ, ФСБ современное, что это суперсила, суперпартия, которая может сделать все. А получается, что, в принципе, они не могут найти человека, скажем, на место Лукашенко, более европейского, в том смысле, что он будет себя вести не так кровожарно, как сейчас ведет Лукашенко, сместив его каким-то способом, переворотом, влиянием на силовиков. Потому что, в принципе, влияние силовиков российских на белорусских нельзя отрицать. В основном, это, в принципе, люди, рожденные раньше, по крайней мере, было всегда, что большинство из них были рожденные в России, все белорусские начальники, министры, министры внутренних дел. Это были люди не белорусы. А получается, что они не могут этого сделать? Аналогичный случай был на Украине, если вы помните. Там тоже было очень сильное влияние КГБ. Значит, отвечая на первую часть вашего вопроса, это мифология, распространяемая самой же чекистской партией. Сильнее кошки, зверей нет, мы все о всех знаем, мы никогда не ошибаемся, и все должны их бояться. Вот страх – это советский, сталинский, подкорковый, подкожный страх – это основа их власти. Но точно так же, как у любого коканского хана. Придут нукеры или нукеры, по-разному это слово произносится, и тебе секир башка. Значит, ни за что, просто потому, что ты показался этому начальнику опасным. Вот товарищ Сталин создал такую модель. На самом деле, это довольно убогая контора. Да, у нее есть очень много преимуществ. Да, им первые дают пряники. Но в то же время они такие же подневольные и ходят в мокрых штанах. Ну, собственно, достаточно вспомнить, сколько раз товарищ Сталин чистил КГБ, уничтожал самых преданных сотрудников. Потому что они знают, что войти рубль, а выйти 10. Вспомните случай Литвиненко, вспомните случай Скрипаля и так далее. Это такая закрытая корпорация, не очень эффективная. Она эффективна только в одном – в поддержании страха. И в Белоруссии то же самое. Я помню, что когда мы были с друзьями в Витебске, ходили смотреть музей Шагала. Ну, там есть дом, музей маленький такой. А есть музей, где выставлена его графика. Картина этот музей от большого ума. Вернее, Никита Сергеевич Хрущев отказался от Шагала принять в дар. Поэтому там только график. Ну вот, экскурсовод нам очень много рассказывал. Мы выходим из этого музея, и я спрашиваю у нее, у экскурсовода. А что за красивое желтое здание с колоннами напротив? И она, понизив голос, мне говорит, это КГБ. Вот это даже слово произнести белорусам страшно. И на этом это правильно с точки зрения вертикали. Люди должны бояться. Кто они такие? Они смерды. Они должны иметь страх перед властью. И вот эта контора этот страх, пожалуй, и обеспечивает. Но, поскольку Лукашенко-то, он из той же в общем структуры, он колхозник, но он настолько любит власть, настолько жестко эту власть ценит, что он понимает правила игры. Он их даже, не то что понимает, он их селезенкой чувствует. Поэтому он поставил руководить своей службой безопасности, в частности, сыном. Он не будет пить чай с кем не надо, в отличие от господина Литвиненко. Он не будет браться за ручку двери без перчаток. Потому что он понимает, что... И не зря же он, когда перед самыми выборами он рассказывал, что из Москвы заслали каких-то 30 хлопцев, которые как бы должны организовать государственный переворот. Это же паранойя, чтобы 30... Это же все-таки не Амин где-нибудь в Афганистане, где группа спецназовцев может захватить. Но он это верит. И поэтому он принимает экстремальные методы безопасности. И здесь КГБ или ФСБ пасует, потому что она встречает таких же людей. Она, эта структура сильна против беззащитных. А когда человек понимает, что его хотят, его могут убить, и у него хотят отобрать власть. А на Востоке есть люди, которые хотели бы отобрать у него власть. Он принимает защитные меры. И против этих защитных мер вот эта замечательная контора, без страха и упреку, у которой на щите нарисован меч, она пасует. На самом деле не следует ее переоценивать, так же, как и не следует недооценивать. Как мне говорил один генерал ФСБ, переоценка опасности – это такая же ошибка, как ее недооценка. У них такой принцип работы. А как вы считаете, то, что Владимир Путин не пошел, скажем, по пути симпатии белорусов, скорее антипатии к Лукашенко, это то, что он недооценивает их или как, или переоценивает? Потому что многие, вот твоя жена кандидата, который, ну, он не стал кандидатом, Валерия Цепкала, который тоже подозревает связок с Россией, она обращалась публично к Владимиру Путину, поскольку она была одной из так называемых трех граций – Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкала. Она говорила, что если Путин сейчас поддержит народ Белоруссии и выступит против Лукашенко, то он станет национальным героем Белоруссии. И, в принципе, ведь в Белоруссии такой русофобии, какой-то такой, знаете, патологической ее нету, но она, скорее всего, сейчас будет. И разве Путин не мог это предусмотреть, каким-то путем пойти, чтобы не потерять эту Белоруссию на уровне просто вот таких симпатий междулюдских? Ответ – мог, но не стал. Наверняка у него… Владимир Владимирович любит иметь на столе несколько вариантов решений. И наверняка у него на столе был такой вот взаимоприемлемый вариант типа Бабариха, условно. Ну, может, цепкало. Понятно, что так или иначе эти люди взаимодействуют с Кремлем, и они же не идиоты, в конце концов. Они вынуждены взаимодействовать. Обвинять их в этом, с моей точки зрения, просто глупо. Точно так же, как глупо обвинять там Навального, например, что он тоже взаимодействует с Кремлем. Таки да, взаимодействует. А как попробуй не взаимодействовать, ты же не в безвоздушном пространстве живешь. Так вот, вопрос не в этом. Эта тема наверняка обсуждалась. Но принято было другое решение. И здесь, я так понимаю, Путин, он ведь тоже не царь. Вернее так, как и любой царь, у него есть коридор возможностей. Он не может пойти против своих силовиков. Им понятна концепция Лукашенко. Если бы вы читали газету «Правда» 20-летней давности, то там глашатый российского военно-промышленного комплекса господин Проханов оршинными буквами писал «Лукашенко, побеждай! Вот ты настоящий выразитель интересов народа!» И Лукашенко с удовольствием там установил шефство над Северным флотом, подарил морякам Северного флота чего-то уж я не помню. А, денежки какие-то он им подарил. Они в ответ ему подарили тельняшку. И он роскошными жестами выпивал водку с Ельциным и распивал рюмку Озим, потому что имел в виду стать руководителем всей России в большом смысле до Владивостока. Когда не получилось, когда пришел Путин, он стал гораздо более национально ориентированным, стал выстраивать свою государственную нацию подальше от России, потому что ему всего важнее власть. Ну, так вот, в терминах путинских силовиков это человек понятный, с ним можно иметь дело. Да, он там, значит, возьмет деньги и не вернет, но в терминах армейцев или силовиков это ничего не значит. Деньги – это что такое? Это, в общем, на самом деле, если ты контролируешь территорию, ты с нее соскребешь, сколько тебе надо. Или еще как-то добудешь. А вот самое страшное – это допустить человека, который, о ужас, может наладить отношения с Западом. Или еще более ужас наладит отношения с НАТО. Или не пустят российские танки. Собственно говоря, Лукашенко к этому постепенно и сам двигался, потому что так или иначе ты движешься в сторону экономического роста своей территории, ты должен ее защищать, Лукашенко властолюбив до предела, а значит, ему совершенно неинтересно иметь военные базы Российской Федерации на своей территории. Он знает опыт сталинских военных баз в странах Балтии накануне Второй мировой войны. Начинается все с базы, а потом кончается военным переворотом, и тебя в мешке целлофановом увозят куда-то далеко на восток, возможно, в Колыму. Поэтому он не пускает. Но альтернатива для Путина еще хуже. Вот у него есть выбор между плохим и ужасным. Лукашенко плохой, а ужасная, с его точки зрения, это европейская Беларусь. Вот это ему никогда не простят свои же. Смотрите, а что, на ваш взгляд, какой будет итог для отношений между Россией и Беларусью? Вот сейчас то, что Кремль поддерживает Александра Лукашенко, потому что все понимают, что когда-то ведь это закончится. А те молодые белорусы, которым сегодня 17, 18, 19, даже 20, они будут помнить все это, что происходило. Слова Лаврова, эти обещания направить военных в Беларусь. Конечно, будут помнить. Вот это-то и ужасно. Потому что я так понимаю, что деятельность Владимира Владимировича Путина приводит к тому, что образ русского человека, образ русской культуры начинает сочиться ядом. Он становится токсичным. Русский мир, благодаря деятельности Владимира Владимировича Путина, который только о русском мире распространяется, скукоживается. Буквально вчера проиграл пророссийский президент в Молдавии. Это что, происки Запада? Нет, это нормальная тенденция молдавского избирателя, который хочет жить, как живут в Европе. В Грузии, на Украине, в Белоруссии то же самое. А Путин, вместо того, чтобы восстанавливать русский мир, он пытается восстановить советский мир. Совок. Есть такое большое, хорошее, чугунное слово. Совок он восстанавливает. И, конечно, служа вот этим интересам вертикальным, военным, чекистским, силовым, он убивает будущее и Белоруссии, и России тоже. Значит, он будет поддерживать Лукашенко, не любя его, ненавидя его. Он уже его поддерживает. Полтора миллиарда долларов – это немаленькие деньги. А до этого он по пять миллиардов в год нефтегазовой дотации выдавал Белоруссии. Потому что такие режимы, они в экономическом смысле очень неэффективны, очень слабые. Хотя у нас там сегодня показывают замечательно прибранные поля в Белоруссии. Я-то часто в Белоруссии бываю. Я вижу, что там бывает в пяти километрах от федеральных трасс. Там далеко не такая благостная картинка, которую хотелось бы видеть. Короче говоря, экономика слабая. Уже одно то, что 10 лет Лукашенко пытался, обещал поднять среднюю зарплату до 500 долларов, в то время как в странах Балтии около 1000 евро средняя зарплата уже. И никогда ему это не получалось. Говорит о многом. Но Владимир Путин решает тактические задачи. Тактически ему надо удержать власть. Точно так же, как власть надо удержать Лукашенко. Лукашенко для того, чтобы удержать власть, готов то рычать на Москву, на Кремле, говорить, что она вот сейчас хочет его лишить с помощью этих 30 балбесов из вагнеровской структуры власти. А через два месяца, когда он ощущает угрозу с другой стороны, он вдруг вспоминает про братские чувства, начинает раскрывать объятия широкие и так далее, и даже согласен на роль младшего брата. Потому что лучше быть младшим братом при власти, чем голым, жалким и несчастным господину Лукашенко в частном лице, которого, кстати, еще и к суду за многое привлекут. Так вот, во всей этой ситуации у Путина-то на самом деле тоже небезграничные ресурсы и поддержки, и доверия внутри, среди тех же ключевых игроков. Про население он, честно говоря, не очень думает. Когда они контролируют ситуацию, они контролируют, в частности, избирательные комиссии. У нас 15-20 миллионов при голосовании за это поправки конституции сделали, скажем так. В Белоруссии, по-видимому, сделали минимум половину того, что нарисовали Лукашенко, около того. Ну, в общем, ясно, что он не мог и не набрал такого количества голосов, сколько ему показали. Ну и что? А силовиков-то он контролирует. Силовикам-то он платит, дурократию он контролирует, и никакого раскола в элитах. Те, кто подозревают, что это не оптимальный способ развития страны, а таких много, они сидят и помалкивают, и правильно делают, потому что будут немедленно или вышвырнуты из политической жизни, или, хуже того, посажены. Поэтому нет главного фактора, который приводит к победе цветных революций. Раскола в элитах. Когда на Украине это происходило, был раскол в элитах. У Лукашенко этого нет. И у Путина пока этого нет. Он уничтожает людей до того, как они могут раскрыться. Если в ельцинскую эпоху российская страна рожала политических лидеров крупного масштаба на любой вкус, будь то Жириновский, Зюганов, Ельцин, Явлинский, Лебедь, кто угодно, то в путинской России пересохло. Ее лона пересохло. Никому нет. Есть один Путин и Навальный, фамилию которого они боятся назвать. А уже в Белоруссии тем более. Там вообще Лукашенко. И только-только появились два человека, альтернативных, неважно, хорошие они или плохие, правильные или неправильные, их немедленно замели. Одного посадили, а другого выгнали. Ну и теперь остается только женщинам руководить этим восстанием, потому что Лукашенко искренне женщин презирает. Он считает, что они, это мужское дело. Он же, собственно, и об этом говорил, что наша институция там мужская и так далее. То есть это на самом деле человек прошлого, если не позапрошлого века, но с огромным инстинктом власти, с огромным желанием властвовать и с готовностью идти на все для того, чтобы эту власть сохранить. И он эту власть силовыми методами сохранит. А Белоруссия изменит свой курс только тогда, когда внутри нее уже будет нечего есть. И когда местные начальники, так же, как в Советском Союзе Горбачев и даже, скажем, Андропов, начинают понимать, что нужны какие-то перемены. Пока они этого не понимают, потому что в нужный момент открывает Владимир Владимирович золотым ключом казну российскую, которая со стороны кажется богатой, а на самом деле она тоже уже там ложкой по дну скребут, и выдает товарища Лукашенко столько, сколько надо. И товарища Венуковича он выдавал 17 миллиардов, вернее, накопил 17 миллиардов, а выдал только 3. Но там решает тактические вопросы. Вы сами просто сказали, что-то тактические. А стратегически какие последствия будут вот этой хватки синими пальцами, как Лукашенко говорит, за него же, за Лукашенко? Стратегически, я думаю, что будет продолжаться процесс крушения постсоветского пространства. Ну или, так скажем, фрагментации постсоветского пространства. Потому что ее держали синими пальцами КГБ, сцепив силовым ресурсом. Территории не развивались. Вопреки тому, что в газетах пишут о том, как там росла промышленность и так далее, мы советские люди, люди моего поколения, прекрасно помнят, как в магазинах купить было нечего. А мы шли там семимильными шагами каким-то там победам. Так вот, они, эти самые силовики, выели до дна, до скорлупы, вот то самое яйцо, которым можно было назвать Советский Союз. Осталась пустая шкурка. Им стало нечего кушать. Они стали искать какие-то альтернативы. Появился Горбачев и так далее. Так вот, пока белорусским силовикам есть что кушать, а в основном это российские подачки, они будут эту систему отстаивать. Потому что, насколько я понимаю, средний белорусский полицейский зарабатывает примерно в два раза больше, чем другой средний белорусский гражданин. И за эти, вот за эту двукратную прибавку в зарплате он готов ломать кости своим соотечественникам, потому что его учат, что это враги, что это агенты Запада, бог знает кто еще и так далее. Ну а что, а наши доблестные чекисты разве не такими же были? Советские, я не имею в виду. Так что стратегия, стратегии нет и не может быть, потому что эта модель обучения... Мои действиями, потому что Москва белорусов еще больше направляет на Запад, даже те, которые были, в принципе, не против там и Путина, и России, и Кремля, сейчас они... Ну я не знаю, как насчет Запада, наверное, но Запад просто способен предложить привлекательную модель, а Москва ее не способна, то есть она способна предложить ее в пропагандистском пространстве, если смотреть первый канал, но в реальности-то... Ну да, у нас немного лучше, чем в Белоруссии, это правда, но учитывая, сколько у нас там нефти, газа, золота, серебра, леса, бог знает чего еще по сравнению с Белоруссией, мы должны были бы жить там в три раза лучше, а мы так, ну, немножко выше Белоруссии по стандартам быта живем. Так вот, стратегии нет и не может быть, поэтому раньше-то я удивлялся, что же так Путин слабовато в стратегическом плане смотрится. Стратегия одна, сохранить власть, для этого надо построить железный занавес, для этого надо выдавить за пределы страны альтернативных политиков, для этого надо контролировать СМИ, чтобы они рисовали победную картинку, для этого надо строить подводные ракеты, носы и так далее, и тому подобное, а народ он потерпит, народ потерпит, народ долго терпит, но народ-то терпит, а вот то, что не касается народа, оно же терпеть не может, дорог не хватает, коровы не доятся, потому что ты корову уже не можешь патриотическими лекциями воспитывать, ей жрать надо что-то, значит, города не растут, живоплощади нет, люди уезжают, айти-сектор разваливается, ну и так далее, но это не быстро, поэтому ожидать, что режим Лукашенко в следующий вторник упадет, я никаких оснований не вижу, уж извините меня, пожалуйста. Ну, он сам делает заявление, вот сегодня утром было заявление про то, что он 78% своих полномочий передаст другим чиновникам, там, парламенту, они решат этот вопрос, даже можно не изменять Конституцию, чтобы это сделать, то есть, видимо, видно уже, что он тоже, в принципе, понимает эту атмосферу, в которой она сейчас находится, и какие-то, по крайней мере, заявления делает, потому что раньше и такого даже не было, а сейчас абсолютно... Ну, понимаете, я не очень пристально слежу за заявлениями Лукашенко, но я ни раз, и ни два, из его уст, как, кстати, из уст Иосифа Виссарионовича, современники слышали, рассуждение о том, что я навластвовался, я властью наелся, я цепляться за нее не буду, единственное, что меня тревожит, это светлое будущее Белоруссии, которое я как крустальную вазу прижимаю к сердцу, это нормально для такого человека, параноидально мыслящий, он действительно думает, что он служит белорусскому народу, он себя в этом очень легко убеждает, поэтому сейчас будет, да, говорить 80%, почему не 85%, жалко, что ли, это называется словесная интервенция, но как только все эти разговоры упираются в конкретную передачу полномочий, будь то от товарища Сталина, будь то от товарища Лукашенко, будь то от товарища Путина, так мы видим чисто рефлекторную физиологическую реакцию, нет, это я не могу отдать, потому что вы меня сожрете потом, это же люди с определенным устройством психики, они воспринимают мир как войну волков, и если у меня шкура тонкая или когти слабые, то меня сожрут, собственно говоря, и Путин про это говорил, слабых бьют, поэтому он своими полномочиями поделиться не способен психологически, ни Путин, ни Лукашенко, ни господин Трамп между нами, говоря, это все люди примерно одного психологического типа, и товарищ Сталин примерно такой же был, вот они выстраивают такую модель, которая замкнута на них, и когда этого человека природа или какие-то другие обстоятельства изымают из центра этой конструкции, конструкция начинает болтаться так, что не дай бог каждому, потому что, ну понятно, потому что есть человек, есть Россия, нет Путина, нет России, а что есть? А есть лютая конкуренция групп влияния, вооруженных групп влияния за место, за освободившееся место, с тем, чтобы стать таким же полномочным, самым главным по Российской Федерации, после этих людей начинается катастрофа. Катастрофа в Белоруссии не сейчас, сейчас это только преамбула катастрофы. Катастрофа начнется, когда там что-то случится с Лукашенко, и какие-нибудь крутые ребята из Кремля решат, что надо навести порядок, ведут туда свои войска, а белорусы начнут защищаться, в том числе белорусские силовики. Вот что может быть ужасно на самом деле, вот о чем надо думать, мне кажется. И, конечно, надо думать о том, как, какими способами переформатировать то, что называется гражданское неповиновение. Вот компания гражданского неповиновения, это не просто выхода на улицу, это отказ покупать продукцию, это отказ пользоваться государственными услугами, это какая-нибудь компания формального, неформального саботажа, это все то, что проходило во времена Советского Союза, потому что, когда Советский Союз рухнул, у нас была такая шутка, что да, был заговор против Советского Союза, безусловно, и в нем участвовали все 270 миллионов населения Советского Союза, потому что эта система существовать уже не могла. Лукашенковская может, но уже не на своих ресурсах, своих ресурсов у него не хватает, ресурс только заемные, в данном случае из Кремля. Значит, соответственно, эти два брата-акробата умрут, обнявшись. Когда вот в России начнется экономический кризис, тогда она уже не сможет кормить господина Лукашенко, потому что надо своих кормить. Ну, в общем, это все, опять же, не следующий вторник. Это все длинный процесс деградации вот этого азиатской деспотии, которую построил для нас Иосиф Виссарионович Сталин. Да будет он светил и помянут к добру и не к добру. У нас все популярнее этот персонаж делается. Еще один вопрос, Виктор Борисович. Ну, вы сказали, хорошо, а если представить, что ситуация экономическая в России будет, в принципе, не такая плохая, какая могла бы быть, сколько еще туда Путин может поддерживать Лукашенко и, может, иначе, когда он перестанет, что должно произойти в Беларуси, чтобы он от него отвернулся? Да уже практически ничего. Понимаете, уже Путину отступать, ну, как бы, не то, что некуда, а он уже спиной прижат к стене. В Европу его никто назад не пустит. Да, с ним будут дело иметь, примерно, как и с Советским Союзом дело имели, но на равных воспринимать никто не будет. Поэтому, что бы Лукашенко не учудил, Путин будет его поддерживать, просто потому, что это такая общеклубная атмосфера. Конечно, можно себе представить вариант, что он вдруг переменит свое отношение, но для этого ему придется реконфигурировать все внутри политическую структуру, наших силовиков кого-то отодвинуть из генералов, кого-то нового призвать и так далее. То есть, сыграть роль, условно говоря, российского Горбачева, что, на мой взгляд, ему не подходит. А что касается денег, ведь ВВП у России это примерно больше, чем полтора триллиона долларов. То есть, 1-2 миллиарда это одна десятая процента. Хватит денег у России для того, чтобы поддержать господина Лукашенко. В Сахалине будут голодать люди или там где-нибудь... А, ну это же привычно, конечно. Ну, а что, ну, потерпят, ну, Господи, подумаешь, там 14 тысяч человек и пенсия. Ничего, переживет. Зато мы делаем ракеты. И последний еще вопрос, смотрите, ну, когда-то в Беларуси все-таки эти перемены будут. Как вы считаете, после всего того, что сейчас Беларусы наблюдают со стороны России, захотят ли они когда-нибудь уже потом жить, ну, даже в таком союзном государстве, которое оно есть сейчас? Да нет, конечно. Ну, конечно, нет. Конец союзному государству, он давно состоялся, это просто наша пропаганда, там какие-то что-то булькает. А сейчас вдруг и сам товарищ Лукашенко начал по этому говорить. Но как только Лукашенко, Лукашенко потерял надежду выдернуть властный коврик из-под дряхлеющего Ельцина, а он это довольно быстро понял, что Путин довольно жестко контролирует ситуацию, никакого Лукашенко на территории Российской Федерации, где он был популярен, кстати, благодаря вот этим патриотическим взвизгам. Как только Лукашенко понял, что ему не светит, так он про все это союзное государство забыл и начал заниматься своим колхозом с девятью миллионами членов, выстраивая свою отдельную Беларусь. И это тоже вполне нормально для пост советского пространства. Плох Лукашенко, хорош Лукашенко, но он заложил основу национального белорусского государства. И это на самом деле довольно дорогого стоит. Но он это делал для того, чтобы свою личную власть укрепить. Но тем не менее он начал придумывать. Ну, любая история национальная, она в некоторой степени придумана, мифологизирована или эпизирована. Он начал придумывать корни у белорусской государственности. Он начал объяснять, что Белоруссия это в общем продолжение ВКЛ Великого княжества литовского. Хотя... Я это знал еще школьникам до Лукашенко. Когда появился Лукашенко, я про это в школе в школьных наших... Одно дело знать вам, а другое дело это делать как государственную политику. Но на самом-то деле все как всегда сложно, потому что Великое княжество Литовское оставило свое наследие и на Украине, и тем более в Литве, и в Беларуси, и в России тоже. Как вы знаете, что в ВКЛ половина была Гедеминовича из элит, четверть Рюльковича, еще там процентов 10-15 из татаро-монгольских князьков. Так что это тоже был такой довольно замысловатый бульон. В то же время в августе ОМОНовцы краской метили людей, которые во время протеста говорили на белорусском языке, они их брали в автозаки, не знаю, куда, бусики, и как особо ненадежных они их краской метили, чтобы потом отдельно с ними разбираться. Вот такая вы знаете. Ну смотрите, сам же Лукашенко аккуратно в течение последних 15-20 лет аккуратно, последовательно, и я думаю правильно, как это не смешно, проводил политику белорусизации, потому что таким образом он себе укреплял власть. И да, многие европейски ориентированные критики Лукашенко готовы с ним примириться, потому что их больше пугает попадание под влияние Москвы. Ну это сложный вопрос на самом деле. Белорусизация это тоже процесс такой, которого многие в Беларуси не замечают, но почему-то есть такое мнение, что... сейчас, когда Лукашенко, он же дистанцировался, ну всегда ласковое теле двух маток сосет, Лукашенко не ласковое теле, но хитрое теле, значит, по очереди он сосет то Москву, то Европейский Союз. Европейский Союз скуднее с ним делится, но тоже форточку не закрывает, потому что они прекрасно понимают, что там надо иметь свой канал влияния. Так вот, значит, я хочу сказать, что чем дальше по пути создания своей политической нации Лукашенко продвигался, тем ему понятнее становились угрозы, исходящие от Москвы. Ну как только он почувствовал, что угрозы, исходящие с Запада, страшнее, так он кинулся на восток с братскими объятиями, и теперь он будет опять преследовать тех, кто говорит по-белорусски и так далее. Ну это тут же понятно, власть это главное для него, а все остальное инструменты удержания власти, какие инструменты, как он их сейчас использует, как он их будет использовать через полгода или даже через две недели, это вопрос вторичный. А первичный вцепиться вот этими синими пальцами в эту самую власть, отрицая свое желание это сделать. Ну просто всегда обстоятельства так складываются, что сейчас уйти нельзя, потому что Белоруссию разорвут, взорвут, уничтожат, сожрут, проглотят и так далее. То же самое Владимир Владимирович Путин нам рассказывает здесь, и многие ему верят. Спасибо большое. Я нагадаю, что сегодня моим гостям был на соведе с Москвы, я так разумею, Дмитрий Арешкин, незалежный российский политолог, мы гутали про стадион протестов в Белоруссии как раз сегодня гэтый день. Дякую великую всем, кто нас глядел. Дмитрий Гурневич працал для вас у прадзе, выглядели канал Свободопремиум, заставайтесь со свободой.